Правоохранители выяснили, что подозреваемые оформили на свои имена по несколько аккаунтов на популярных криптобиржах. Они размещали в интернете объявления о продаже цифровых активов. Потенциальным покупателям озвучивали цену и реквизиты для перевода предоплаты. А после получения денег аферисты переставали выходить на связь. Сейчас известно о 12 потерпевших из разных регионов страны, каждый из которых перечислил псевдоброкером от 100 до 300 тысяч рублей. В съемной квартире подозреваемых, которая использовалась как колд-центр, были изъяты более 50 сим-карт, средства связи, компьютерная техника, банковские карты, а также автомобили, на которых передвигались задержанные. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемых заключили под стражу на два месяца. Этот срок истек, и в прошедшем накануне судебном заседании рассматривался вопрос продления ареста на три месяца для 24-летнего Дмитрия Шульженко. Отметим, что ранее суд уже продлил арест другому фигуранту уголовного дела Виктору Макарову. Также следователь ходатайствовал об изменении места содержания под стражей. Теперь Виктор Макаров будет содержаться не на территории республики Хакасия, где проводится предварительное расследование по ходатайству следователя. Суд удовлетворил ходатайство в части этапирования его на территорию города Минусинска, федеральное казенное учреждение «Тюрьма», где гораздо более жесткие условия содержания. И у защиты нет никаких сомнений в том, что это все делается для того, чтобы в условиях жесткого условия содержания добиться каких-либо признательных показаний. Что касается Дмитрия Шульженко, то по ходатайству стороны защиты судебное заседание было перенесено. В отношении других фигурантов уголовного дела сейчас также рассматривается вопрос о продлении ареста. Кроме того, проверяется их возможная причастность и к другим эпизодам. Напомним, уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.